Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как правильно сделать замер рулонных штор Uni-2. Самое первое, на что надо обратить внимание, это на то, что при открывании любые рулонные шторы, что Uni-2, что Mini, что Zebra, не дают возможность открыть полностью всё окно. То есть вот учитывайте, что ваше изделие даст возможность окну открываться только вот не более такого. Здесь всё зависит от откоса. Если откос сильно развернут, то этот угол можно сделать побольше. Если откос ровный, вот как в данном случае, то вот это максимум. Особенно это важно, когда изделие устанавливается на дверь балкона. Тогда очень важно, сколько вот тут у вас расстояния для того, чтобы войти на балкон. Друзья, это нужно обязательно учитывать до того, как делать какие-либо замеры. И на самом деле, это может быть даже самая такая частая ошибка, которая происходит при замере рулонных штор. Когда вроде бы всё сделано правильно, но не учли вот этот вот момент, что сама рулонка касается откоса. Друзья, нам понадобится рулетка, ручка, листочек бумаги. И поехали. По ширине, так же как мини, система Uni2 меряется по внешней стороне штапика. То есть фактически это щель между штапиком и профилем. И вот мы взяли во внешней стороне штапика и замеряем нашу ширину. В данном случае 55,3. 0,553. Мы замеряем в метрах. Кто-то в сантиметрах, кто-то в миллиметрах. Это тут уже разницы нет. Мерите в чём хотите, лишь бы у вас все единицы были одинаковые в итоге. Высоту замеряем следующим образом. Сверху берём от самого верха створки открывающейся. Если это глухая створка, тоже упираем просто в откос. Если это створка открывающаяся, просто одеваем рулетку сверху. Снизу ставим величину, равную двум штапикам. Штапик плюс штапик. В нашем случае это получается 128,1,28 метра. На что нужно здесь обращать внимание обязательно? Вот я здесь внизу сказал, что нужно сделать штапик плюс штапик. Нужно обратить внимание на то, что штапик идёт вровень с окном. Либо он бывает выступает, либо он бывает утоплен. Вот если он выступает или утоплен туда дальше, то есть плоскость профиля выступает сюда дальше, чем плоскость штапика. Если это так, то прибавлять штапик плюс штапик нельзя. То есть нужно делать равный, просто снизу равный штапику. По внешней стороне штапика брать. Если же ровненько, как вот здесь, можно добавить штапик плюс штапик. Это будет полезно, чтобы ткань туда заходила дальше и не было дополнительного засвета. Ещё очень важно обратить внимание на скос штапика. Штапик бывает ровный, бывает круглый, бывает скошенный и бывает вообще сильно скошенный. Нам нужно обратить внимание вот на эту полку. Вот на эту, которая лицом к нам. И вот ровно её часть. Сколько здесь площадка для того, чтобы приклеить направляющую. Направляющая имеет вот такой вот вид. Вот такой вот S-образный вид. Или по-другому P-образный вид. То есть вот это штапик. А это направляющая, которая у нас будет приклеиваться. Вот. То есть, соответственно, вот эта полка должна быть достаточной для того, чтобы приклеить. Чем она больше, тем лучше. Если у нас вот такой ровный штапик, то всё отлично, спокойно можно ставить. Если круглый, значит учитывайте. Если вот этой полочки недостаточно для того, чтобы приклеить скотч. Скотч я вот вам сразу показываю. Вот он вот такой вот. Он шириной. Сам скотч, если направляющая шириной 2 см, то скотч шириной всего 8 мм. Вот если вот этой полки недостаточно для того, чтобы прикрепить 8-мм скотч. Тогда в таком случае, вот в этом случае и вот в этом, это очень могут быть проблематичные моменты. Вот в этом и в этом случае, вероятно, закрепить будет невозможно. То есть будут проблемы постоянно в эксплуатации. То есть он будет просто отваливаться. Направляющая будет отваливаться. Сразу покажу вам направляющую, как она выглядит. Выглядит она вот так. И вот, чтобы вы обратили внимание, как приклеен двусторонний скотч на неё. Его можно приклеить по центру. Можно вот к этому краю ближе, к внутреннему. И можно к внешнему краю. Как правило, вот такие откосы требуют того, чтобы скотч был по внешней стороне направляющей. И при замере обязательно нужно это учитывать и прописывать на производство. Что скотч должен по внешней стороне быть направляющей. Потому что если у вас скотч будет по внутренней стороне направляющей, или по центру, то он либо будет не полностью прилегать, либо его придётся направляющую сдвигать сюда, сюда, что вам не позволит сделать верхний карниз. Либо ткань будет уже выпрыгивать. И вот на основании нашего замера мы рисуем прямоугольничек, на котором пишем ширина изделия 0,553, высота изделия 1,28 м. Это будут габаритные размеры изделия. В цехе всё там прибавится, убавится, всё что нужно, и изделие будет именно такого размера. И теперь нам нужно определиться, с какой стороны у нас будет управление. Например, управление будет слева. Тогда вот таким образом будет выглядеть наш замер. Вот с таким рисунком мы приходим в офис, либо это замерщик делает, приходит в офис, и всё здесь становится понятно. Если же мы с вами замеряем Uni2 под систему день-ночь, то тогда нужно снизу брать до самого низа створки. Для чего это нужно? Чтобы при накладывании полос одну на другую снизу обязательно был момент перекрывания. То есть, если обычные рулонные шторы либо снизу замеряется, либо штапик, если он утоплен или торчит излишне. Если он вровень с окном, то штапик плюс штапик. И если это день-ночь, то замеряем до самого низа окна. Друзья, если у вас возникают какие-то вопросы, пишите их в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. Абсолютно ничего сложного в самостоятельных замерах нет. Делайте замеры сами, устанавливайте сами жалюзи. И чтобы они вас радовали долгие годы. Всем удачи и пока!